Редактор субтитров А.Семкин Как-то рано утром три созерцателя прекрасного, три мудреца отдыхали на лесной опушке. Легкий весенний ветерок играл с паутиной на ближайшем кусте шиповника. «Ветер играет с паутиной», — солидно молнил первый. «Нет, это паутина играет с ветром», — невозмутимо возразил второй. «Это наш ум играет с ветром и паутиной», — подумал третий и молча улыбнулся своим ученым друзьям. Весна в природе — явление чрезвычайное и торжественное. Весна пьянит разум, как хорошее игристое шампанское, с которого выбили вдруг пробку, и торжество жизни выплескивается повсюду, во всех формах и проявлениях. И не нужно этому буйству и пиршеству никаких разрешений, согласований и командиров, потому что жизнь и есть самые верховные в мире главнокомандующие. Я, словно вперед смотрящий на штормовом фрегате «Весна», бросал по глади воздушного моря своего маленького разведчика то влево, то вправо, парил вниз, взмывал вверх, наслаждаясь открывавшейся картиной Южного Урала. Кажется, вверх, вверх, присоединяясь открываясь к ей. Первая же встреча на Южном Урале принесла мне и новые прекрасные кадры. И произошло это на небольшой горной речке с говорящим названием «Тесьма». Ее затейливые изгибы русла действительно напоминали ажурную тесьму в руках умелой горной мастерицы. Славный город Златоуст стоит на берегах этой реки, но речь сейчас не о нем. Из леса ко мне навстречу вышел молодой человек, которого мне тут же непременно захотелось назвать младшим учеником Гэндальфа. Дело в том, что я здесь нашел помет на камнях. Жители Москвы при знакомстве неожиданно могут добавить, что они из порта Пятиморей. Архангелогородцы долго щурятся и, чтобы запутать собеседника, громко спрашивают «А вы архангельский чай пивали?» Такие повороты, согласитесь, могут выбить из колеи кого угодно. Мой новый знакомый представился коротко и романтично, как вылет стрелы из башкирского лука. Я с реки. Что там, хорошо? Кажется, нашел гнездо оляпки. Начало меня вдохновило. Женя, именно так звали загадочного юношу, явно не собирался развеять мое любопытство какой-нибудь обычной ерундой. Судя по его загадочной улыбке, он хотел поделиться со мной чем-то сокровенным. После встречи с Филином, чего я еще ожидал? Мы затаились и через несколько минут над водой пронесся шустрый колобок. «О, залетела! Ага, не видел!» Неужели это та самая гениальная птичка, которая из тысяч видов других воробьиных птичек, одна единственная умеет и плавать, и нырять, и бегать под водой? Женя сиял. Это она, пернатая царевна горных речушек. Оляпка. После короткого осмотра местности, мы с Женей решили пока не тревожить гнездо под водопадом, а понаблюдать за Оляпкой возле излюбленных мест ее охоты. Ну вот один камень большой, с пометом. Бобры есть. При нас она не сядет, конечно, надо куда-то. Да. Так. Вот хорошее место. А вот и Оляпка, кстати. Вот здесь и была. Вот здесь и была. Ну-ка. А куда?